Рекламно-информационная программа 211-101 номер нашего телефона Довольны ли вы качеством хлеба, который предлагается на прилавках магазинов в настоящее время? Довольны либо недовольны? И почему? Расскажите, поясните. 211-101 номер нашего телефона И я приветствую в нашей студии генерального директора Кирово-Чапецкого хлебокомбината Юрия Лупова Юрий Александрович, добрый день Добрый день Здравствуйте, вы без хлеба сегодня пришли Но с чашечкой кофе Очень торопился, поэтому прошу прощения Я думаю, в следующий раз мы проведем работу над ошибками Тема действительно очень важная Хлеб, естественно, относится к продуктам первой необходимости То, что мы покупаем в магазинах регулярно И предъявляем к хлебу повышенные требования Я хочу начать с информации, которая еще появилась в конце прошлого летнего месяца В конце июня речь идет о том, что Роскачество Это автономная некоммерческая организация Российская система качества провела исследование хлеба Который предлагается по всей нашей стране И Кировская область, как уже известно, попала в число регионов Где хлеб самый лучший Его качество действительно на должном уровне Проверялся там хлеб по нескольким параметрам Я сейчас не буду вдаваться в подробности Просто хочу сразу вас, Юрий, спросить Вклад Кирово-Чапецкого хлебокомбината Именно в такую оценку он есть? И насколько важен? И как вы воспринимаете такую оценку? Ну, что касается, начнем с первого момента Касается оценки Роскачества То в оценку попали и продукты наших коллег Поэтому хлеб в Кировской области, можно сказать, один из лучших в России Конечно, безусловно, Кирово-Чапецкий хлебокомбинат внес свою лепту Вот в этот результат И на сегодняшний день одним из приоритетных направлений в работе компании является поддержание высокого качества Это доверие покупателя, который голосует своим кошельком И мы все прекрасно понимаем, что хлеб сегодня является также продуктом первой необходимости И те традиции, которые сложились в регионе, особенно связанные с рожеными хлебами Также их сегодня успешно развиваем Мы как-то должны поддерживать уровень И не имеем права позволить себе снизить темп и работы в этом направлении, чтобы пострадало качество Конечно, мы этому уделяем большое внимание Часто ли Кирово-Чапецкий хлебокомбинат удостаивается высоких оценок, получает призы за свою продукцию, отмечается на том или ином уровне Если так вот сейчас немножко посмотреть в историю, можно в том числе упомянуть, как развивалось предприятие за последние времена Конечно, мы участвуем в различного рода мероприятиях, связанных с оценкой качества нашего продукта Но для нас наивысшей оценкой является оценка покупателям То есть, как за нас, опять же, голосуют кошельком Ну и высшая награда – это рост продаж Рост продаж, который, я не побоюсь в этом признаться, сегодня имеет место быть И мы в постоянной положительной динамике Но для этого работает, конечно, на этот результат работает огромный коллектив Большой коллектив энтузиастов, людей, которые любят свое дело, живут им, радеют И для них Кирово-Чапецкий хлебокомбинат – вот эти слова – это не пустой звук С чем вы связываете, если уж можно поинтересоваться, именно повышение популярности продукции Кирово-Чапецкого хлебокомбината? Какие факторы тут влияют? Ну, я думаю, знаете, вот начнем с той самодачи Работа над качеством – это я понимаю, да? Это коллектив единомышленников, в первую очередь, это те люди, которые когда-то собрались вместе Для решения очень важной задачи И из маленького, никому неизвестного предприятия Комбинат стал вполне узнаваемым И на сегодняшний день, я не побоюсь этого, опять же, слова Является одним из лидеров хлебопекарной промышленности Кировской области Пройден большой путь Было много сложных моментов Но мы все это преодолели, трудности нас закалили Но ни в коем случае не расслабили И на сегодняшний день ставятся все более амбициозные и важные задачи Которые также успешно выполняются, притворяются в жизни Например, ну поделитесь, пожалуйста Ну вот сегодня мы В интересах жителей, покупателей Конечно, конечно, мы сегодня всерьез озабочены тем моментом Что здоровье населения порой оставляет желать лучшего И успешно с НИИ и Северо-Восток мы развиваем тематику рожаных хлебов в регионе Давайте поподробно на этом остановимся Рожь, причем вятская рожь Вятская рожь, да, безусловно Мы говорим о том, что край вятский, край рожаной Богатый этими традициями Произрастание этой культуры, они наиболее благоприятны в этом регионе Поэтому мы делаем большой акцент в развитии именно рожаных хлебов На сегодняшний день мы успешно представляем линейку царская трапеза Это линейка в сегменте чуть выше среднего Но также относится к линейке Мы имеем в виду стоимость? Стоимость, да Сегмент ценовой Помимо традиционных рожаных, рожанно-пшеничных хлебов Мы говорим сейчас еще о линейке заварных Так скажем, условно элитных хлебов Которые сегодня идут у нас под маркировкой царская трапеза В ближайшее время готовится запуск еще одной линейки Пока не буду предвосхищать события Я думаю, что где-то в август-сентябрь покупатель на прилавках увидит новую продукцию И думаю, что по достоинству ее оценит Тоже будет особое название у этого продукта Да Приоткройте немножко, зависит от чем оно будет отличаться выгодно Ну я думаю, что в плане ценообразования мы, конечно, стоимость среднего хлеба не увеличим Но это новый вкус, новая подача Опять же, это наш маленький коммерческий секрет Не хотелось бы пока предвосхищать Это собственная разработка? Это наша собственная разработка? Или где-то подсмотрели? Нет, это наша собственная разработка Попробовали? Это наша собственная разработка Конечно, мы общаемся с коллегами по всему миру Много бываем в Европе Сообщаемся с коллегами российских предприятий Обменяемся опытом Бываем на форумах То есть мы достаточно активны в этом плане Какие-то тенденции подхватываем Но я скажу, что большая часть продукции Это то, что, естественно, может быть с ГОСТом То есть это разработка исключительно нашей компании То, что вот тот самый дружный, единый коллектив Собственно, родил в своих недрах Дотошные люди спросят наверняка Раз уж вы сказали, что рожь вятская Докажите, что она вятская Откуда сырье идет? Конечно, мы сейчас не будем, наверное, здесь Поднимать контракты с местными Сиркоспроизводителями Но на сегодняшний день Мы действительно делаем акцент На работе именно с местным производителем Это наше хозяйство Которое в Кировской области работает Да, это поддержка И мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день Во всяком случае, мы стараемся по максимуму Уделить внимание именно местным производителям Да, есть какие-то коммерческие аспекты Связанные с ценообразованием Может быть, не всегда нас устроит качество Потому что мы к этому тоже очень серьезно подходим Но стараемся, еще раз хочу сделать на этом акцент Поддержать именно местных У Кирово-Чапецкого хлебокомбината Долгосрочные контракты с местными производителями Стараемся к этому прийти Потому что долгосрочный контракт Это, в первую очередь, гарантия того Что стабильность качества Ну и, собственно говоря, производитель Он уже, так скажем, выражаясь на слонге Заточен под переработчика И здесь взаимодействие осуществляется гораздо легче И нет, так скажем, риска получить какой-то негатив В плане смены качества Или же его нестабильности Сейчас скоро примем звонок А вот поясните ситуацию по этому лету По этому году Все мы знаем, что начало лета было не очень таким теплым Дождливым В этом году как ситуация с рожей будет? Вы знаете, информация такая противоречивая У нас же как Каждый сезон Мы все говорим о каком-то неурожае О каких-то бедствиях Мы изначально, Юрий, находимся в зоне рискованного земледелия Все правильно Все правильно Поэтому порой эта информация Она имеет такой коммерческий окрас Мы прекрасно понимаем, что когда И все, ты скажешь, это оценок, естественно Начинается истерия в плане сырья Соответственно, конечно, переработчики Они находятся не в самом завидном положении Здесь нам также приходится Как говорится, крутиться Поэтому я бы не стал сейчас До окончания сезона Все-таки принимать какую-то позицию Занимать Потому что Опыт говорит о том, что Зачастую все не так, как говорят Нужно руководствоваться Здравым смыслом Конечно Опытом И не Поддаваться панике Поддаваться на всевозможные провокации И маркетинговые ходы 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 Уловки всевозможные Хорошо Принимаем звонок Вы в прямом эфире Как вас зовут и ваш вопрос? Здравствуйте Меня зовут Алистина Я хотела бы узнать Вот Кирово-Чапецкий хлеб Чудо-хлеб Это хлеб, который выпускает гость у вас? Или нет? Еще раз мы не поняли о чем речь Кто выпускает? Вот Чудо-хлеб Он принадлежит Тому комбинату Который Представлен у вас Гостем? Да Все ясно Алистина Как называется хлеб Который выпекает ваш гость? Да Торговая марка Чудо-хлеб Все правильно Чудо-хлеб Начинается черный Ржаной Бездорожжевой Но все дело в том Что белый хлеб Дрожжевой Покупаю Слободской Но он не такой вкусный Как у вас Я очень благодарна вам За этот хлеб Но мне вот По состоянию здоровья Нужен не ржаной хлеб А серый А серого хлеба Бездорожжевого Я у вас найти не могу У вас будет такой хлеб Или не будет? Я услышал Спасибо Спасибо за вопрос Вы знаете Я услышал Спасибо Благодарю за вопрос Вы чуть-чуть предвосхитили события Что за серый хлеб? Это как правило Пшеничный ржаной хлеб То есть Есть хлеб в Дарвенске Соотношение Это ржанно-пшеничное То есть Для людей У которых есть Ну может быть Какие-то сложности С желудочным Кишечным трактом Он несколько может быть Агрессивен Грубовато Препочитают Да Пшеничный ржаной Вот сейчас Мы запускаем Линейку В том числе Пшеничный ржаных хлебов То есть У нас уже Где пшеница будет превалировать Да То есть Он несколько мягче Вот как раз Вы чуть-чуть предвосхитили События своим вопросом Я думаю Что в ближайший месяц Полтора Эти позиции Появятся на прилавках Всех торговых объектов Объектов Как федеральных Так и локальных В Кировской области Это вот та марка Будет та линейка Которая мы чуть ранее упомянули Нет Это немножко другая А еще То есть Это еще одно направление Еще одно направление Ну и также Да Мы говорим не об одном направлении Которое мы планируем Подключить В общем Планы-то они не Не сориотачиваются Они более грандиозные Они более широкие Да Понятно Хорошо 211-101 Напоминаю номер Нашего прямого эфира В студии у нас Наш гость Юрий Лупов Генеральный директор Кирово-Чапецкого хлеба Комбинации Естественно Тема хлеб Хлеб всему голова Какой хлеб мы покупаем Какой едим Нравится Что не нравится Предложение Есть уникальная возможность Сейчас у вас Высказать Предприятие Еще вот вопрос Мне передает редактор Задает Павел Этот вопрос Начнете ли вы выпускать Разные сорта Ржанового хлеба В промышленных масштабах В промышленных Вопрос такой На сайте Очень хочется Расширения ассортимента А что Павел Это ведь не Мелкая хлебопекарня Извините Не кухня Где хлебопечка стоит Тут по-моему Как раз речь О промышленных масштабах Может быть Что имеется Павел Не совсем Правильно понял Представить Какое предприятие Будет сегодня В эфире Может быть На самом деле С кем Геро-Чепецкий Хлебокомбинат Я напоминаю Хлебокомбинат Сегодня пускает Хлеб в больших объемах И в достаточно больших объемах Поэтому Ну то что точно Не является маленьким Производством И можно назвать его Действительно промышленным Поэтому Что касается Линейки Рыжаных хлебов К сведению Информация Принята Конечно По работам Но Я думаю Что ассортимент Сегодня Рыжаных хлебов Ну достаточно Не маленький Слушайте Может это Оптовый покупатель Какой-то Павел Звонит Ему нужна Тогда ждем В отделах Продаж 10 вагонов Может ему хлеба Нужно Возможно Все возможно Поэтому Я думаю Что он имеет возможность Связаться Хорошо Слушательница Левтина Упомянула Термины Дрожжевой Бездрожжевой Хлеб Давайте расскажем Раскроем В этом смысле Немножко Вы знаете Конечно Я не технолог Не слишком понимающим Которые люди приходят Видят Вроде симпатично Выглядит А свежий Потрогал В состав Не вчитывается Покупает А там еще Дрожжевой Бездрожжевой Это что за что В природе Отсутствие дрожжей Практически невозможно То есть Они нас сопровождают Везде Это микроорганизмы С нашими профессионалами На нашего производства Да Вот мы сегодня Пускаем в Дарвинске На заквасках По сути Это тоже определенная форма Микроорганизмов Да Можно использовать Дрожжи сухие Хлебопекарные То есть Кто-то их использует Кто-то не использует Но сказать о том Что хлеб бездрожжевой И там в принципе Не содержится дрожжей Ну наверное Это не совсем верно Я не буду утверждать Категорично К этому вопросу подходить Но Мы Хоть и Работаем на заквасках В том же Дарвинском Но мы не можем себе позволить Написать там Бездрожжевой Да То есть Поэтому здесь Очень такая тонкая грань И если производитель Берет на себя Ответственность Заявить об этом То Нужно быть Ну крайне осторожным И быть уверенным В том что Ты действительно сможешь Эту позицию защитить И я против того Чтобы вводить покупателя Вообще в заблуждение По каким-либо моментам Да И мы стараемся Очень Скрупулезно подходить К вопросу Технической какой-то информации Которую мы наносим На Упаковку Поэтому я считаю Что здесь Очень тонкая грань Дрожжевой Бездрожжевой хлеб Здесь нужно быть Крайне осторожным И покупателю Рекомендую Все-таки Ну если вот они Покупают Бездрожевой хлеб Все-таки убедиться В том Что он действительно Бездрожжевой А как убедиться Ну я думаю Ну я думаю Что здесь Кроме как Какого-то Можете Официального запроса На производство Будет сделать Крайне сложно Потому что Ну некоторые Производители Опять же Могут не указать Какие-то Параметры продукта На упаковке Что также является Опять же нарушением Юрий У меня сейчас Интересный вопрос Родился Так по ходу Есть безусловно Определенные госты В хлебной промышленности То есть нужно Соответствовать Определенной рамке Но все мы знаем Что в недалеком Прошлом у нас Появился например Не сыр А сырный продукт Молоко Молочный продукт То есть там уже Требования чуть-чуть пониже И там не совсем то Что А что касается хлеба Вот в этом же направлении Мы идем Вот так в целом Тоже какой-то Вот Возможно Псевдохлеб Наверное Создать невозможно Или есть просто периодически Мы все-таки говорим О производствах Серьезных Больших Где хлеб Производится По традиционной рецептуре И Я не думаю Что на сегодняшний день Это коснется Как-то хлебной отрасли Во всяком случае Ну таких тенденций Я не замечал Хлебный фальсификат Появится Как его называют молочники Может быть тематика такая Кто-то выпекает В частном порядке Используя какие-то Ускорители Улучшители И так далее Но Опять же Здесь все Очень относительно То есть Я говорю Производство хлеба В домашних условиях Когда покупают Уже такие заготовки Можно сказать Там Либо там Смеси Ну опять же Сказать там Что высокого Ленинского качества Я не берусь Для меня хлеб Для меня хлеб Для меня хлеб Это хлеб Выпеченный Традиционным способом Вот я очень люблю Дарнинский хлеб Производство Собственного Нашего Я знаю Что этот хлеб Печется По Тем самым Технологиям По традиционным рецептам И соответствует Всем нормативам Я ему доверяю Я могу сказать Точно Фальсификатом Можно назвать И хлеб Который Выпускает Ну относительно Немаленькое предприятие Которое нарушает Рецепторы Которое Использует Заявляет Одно сырье Использует Другое То есть Идет обман Покупатель А что за это Нет никакого Ну конечно же Есть Если попадешься То мало Не покажешься Здесь же тоже Можно говорить О фальсификате Поэтому Есть Скажем так Официальная позиция А есть то Что на самом деле Поэтому я могу сказать Что Как Касаемо Качества продукта Ну здесь Это на совести Производителя Поэтому Я думаю Что фальсификатом Можно столкнуться И в хлебопекарной Отрасли То есть Мы не назовем Конечно Псевдохлеб Или там Сырный продукт Как Вместо сыра Но Фальсификат Он имеет место быть К сожалению Сегодня Но Я делаю вывод Исказанного вами Поэтому Вопрос Все-таки Дорожащие С своим опытом Авторитетом Своим именем Предприятия Хлебной промышленности Они на это не пойдут Конечно Безусловно Они не будут Подтасовывать Рецептуру В том числе И так далее Еще один звонок 211-101 Как вас зовут И как вопрос И ваш вопрос Вы в прямом эфире Добрый день Меня зовут Татьяна У меня Скорее всего Не вопрос У меня Дополнение К традициям Которые Кирово-Чапецкий Хлебокомбинат Поддерживает Дело все в том Что Наш отец Лопатин Валентин Федорович Старейший Старейший Работник Вашего Комбината Старейший Работник Кирово-Чапецкого Хлебокомбината Лопатин Да Лопатин Валентин Федорович И Администрация У него Было в 14 Году 90-летие Был у нас Участник войны И вот Такой вот Долгожитель И администрация Вот я не помню Кто Толи директор Толи Молодой человек Пришел Поздравил Очень Было приятно А То есть Вы сейчас Эмоциями хотите Поделиться Что В 14 Году Было такое Предприятие Событие Не только В производстве То есть Если Предприятие Поддерживает Традиции И в производстве И в Сотрудничестве И в памяти Со своими Сотрудниками Валентин Федорович Отец Еще и был Заслуженный Рационализатор Он очень Много Вот он Рассказывал Сколько Как он Там Какие-то Вводил Новшества Какие-то Новые линии Вводились И вот надо было Устроить Там вот То-то То-то И вот так Воткнуть И вот так Выстроить Подстроить Он много Что Мне Рассказывал Просто Я конечно Не могу Судить По его Толгословам Но надеюсь Что это Так оно И было Потому что Такие Знаки Такие Взмывания Так просто Не дают Давайте Татьяна Давайте еще раз Произнецем Мимо героя Долгожителя Который Долгое время Долгожителя Ну его уже Конечно С нами нет А к сожалению Уже ушел Да Но это был Лопатин Валентин Федорович И я очень рада Что он Он был Вашим сотрудником Потому что Он очень гордился Своей работой Много рассказывал Нам Дочерям О своей работе Спасибо за этот Звонок Я О хлебокомбинате Много рассказывал Что вот Такие вот Так стараются Делать Так вот То-то То-то Вот так-то Так-то Вот такие Это новшества Очень приятно На этих традициях Мы приняли звонок На этих традициях Строится Собственно говоря Сегодняшнее предприятие И преемственность поколения Это крайне важно И по сей день Мы стараемся Вести эту политику Поддерживать Связь поколений Традиции Так чтобы Не просто Сохранить Но и преумножить Спасибо огромное Вам за эти Слова Воспоминания Для нас Это так же Все ценно И молодым сотрудникам Мы стараемся Вот и преемственность Сегодня с первых Как говорится С молодых ногтей Прививать Спасибо Я хочу Расширить вопрос И тоже поблагодарить Еще раз Нашу слушательницу В целом Сколько сейчас сотрудников На Кирово-Чапецком хлебокомбинате Как поддерживаете Своих работников Как ведете себя По отношению К ветеранам Порядка 500 сотрудников На сегодняшний день Мы ведем активную Социальную политику Поддержка ветеранов Безусловно Имеет место быть Что касается Поддержки Специалистов Работающих сегодня В качестве примера Приведу Что на сегодняшний день Есть стимулирующая система Которая касается Воспитания Подрастающего поколения Приведу пример Заканчивает ребенок Школу Золотой медалью Либо С серебряной медалью Получает Родители Получают Денежное вознаграждение Ребята Которые участвуют В соревнованиях Побеждают Как в региональных Так и во всероссийских Турнирах Международных Также родители Получают определенную премию То есть Сегодня мы Уделяем большое внимание Поддержке Воспитании Подрастающего поколения Уделяем большое внимание Здоровому образу жизни Софинансируем Различного рода Мероприятия Спортивные Также стараемся Уделить внимание И Менее Социально защищенным Слоям населения Это Ветеранам Инвалидам То есть Регулярно принимая Участие в тех или иных Мероприятиях Ну это Скажем Наша миссия Это направление Традиционное Это для нас важно Как само собой Разумеющийся Ну мы же понимаем Что хлеб Всегда издревле на Руси Это ассоциация С каким-то милосердием Широтой души И на сегодняшний день Занимаясь таким делом Невозможно Остаться в стороне От ряда вопросов Ну я полностью Конечно с вами согласен История нашей страны В том числе война Все-таки научила нас Трепетно относиться К хлебу И Ни в коем случае Даже Черствый кусочек хлеба Который покрылся плесенью Его не выбрасывать Все правильно Вот я не выбрасывать Если уж говорить обо мне То я собственно И своим сыновьям То же самое Всегда говорю Хотя они еще и маленькие Но все-таки да Давайте сейчас Да напоминаю Юрий Лупов Генеральный директор Кирово-Чапецкого Хлебокомбината У нас в гостях 211-101 Номер нашего прямого эфира Вы можете дозвониться И высказаться по качеству Хлеба Который вы покупаете Конкретное предложение Сделать генеральному директору По тому Что еще может быть Выпускать Вот я кстати Недавно Совершенно случайно Ну не случайно А совершенно внезапно Вернее Да узнал для себя Что хлебокомбинат Кирово-Чапецкий Еще и мармелад выпускает Все верно В общем давайте Если можно Не только о хлебе еще Ну а в целом О продукции Что еще Ну достойно Место занимает У нас и кондитерские изделия На сегодняшний день Это очень большой ассортимент Начиная от традиционных тортов И пирожных Заканчивая тем же мармеладом Линейка тортов Достаточно широка И мы конечно Делаем упор на сохранение Того самого легендарного Наверное советского качества Известных всем Тортов Прага Киевский Наполеон И стараемся сделать Свою кондитерку Выраживаясь Именно так Не просто Вкусным продуктом Но и продуктом Максимально приближенным К домашнему То есть Когда люди Делают что-то Своими руками Пекают дома То есть доверие К этому продукту И наслаждение Получает гораздо больше Поэтому наша цель Сделать этот продукт Не просто вкусным Но и таким Сохранить его тепло Такого дома Да Какого-то уюта Атмосферу создать Так чтобы можно было Посидеть за чашкой кофе С друзьями Можно было с этим тортом Появиться и на торжество То есть Создать людям праздник Еще слушатели Или слушательницы Сейчас выясним Как вас зовут Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Меня зовут Ирина Да Ирина Ваш вопрос Здравствуйте Я хотела узнать Я в интернете Прочитала Что у нас в Кирове По Приволжскому Федеральному округу Самый плохой хлеб Там некачественная мука И так далее Вот я хотела узнать Так ли это Хотелось бы Конечно Мы начали Мы начали С федерального исследования Там наоборот Говорится Что в Кировской области Хлеб Один из самых качественных Ну а по Приволжскому Он не очень качественный А как у вас Ну у нас Ирина хорошо Спасибо Как у вас Последние 25 минут Рассказывал Юрий Ну я думаю Что мы все таки Вопрос без внимания Оставим Я хочу сказать Что повторюсь Я знаю Что бензин у нас Самый дорогой В Приволжском Федеральном округе А вот Хлеб С качеством хлеба На Кирович-Петском Хлебокаминете Все хорошо И мы стараемся Уделять этому Опять же Большое внимание Что касается Общей оценки По региону Ну наверное К счастью К сожалению Кирович-Петский Хлебокаминет Не единственно Участвует Не по региону А по Приволжскому Федеральному округу Говорят Кировская область Имеется в виду Да То есть Относительно Приволжского Федерального округа Есть и другие предприятия Не хочу ничего сказать То есть Может быть Как-то неправильно Была воспринята информация Но Во всяком случае За свое предприятие Могу сказать Что мы стараемся И вот Кроме Наверное Положительных отзывов В последнее время Мы не получаем Иных Если есть Какие-то замечания То конечно же Мы оперативно реагируем И экстренно принимаем Меры Уважаемые слушатели У вас есть Пять минут Пять минут И у вас И у нас Разумеется С Юрием Луповым Генеральным директором Кирово-Чапецкого хлебокомбината 211-101 А вот есть как раз звонок И я бы хотел еще Затронуть очень важную тему Ценообразования Потому что В очень непростое время Мы живем И мы знаем Поведение многих производителей Я сейчас не имею ввиду Только хлеба Что есть там Определенный способ Когда Оставаться в определенной Ценовой рамке Или наоборот Удешевлять Давайте оставим Пару минут на это А сейчас примем звонок Алло Добрый день Слушаем вас Вы в прямом эфире Как вас зовут? Алло Я хотел бы Выразить Благодарность огромная Директору хлебокомбината Который поддерживает Допустим Кутужественные коллективы И детские В городе Кирово-Чапецке Это очень огромная работа И Все родители В принципе Все ему благодарны Убавьте пожалуйста Радиоприемник Насколько это возможно Очень некомфортно общаться Вот Ручку Переключатель Убавить звук И как вас зовут Еще пожалуйста Суворов Владимир Александрович Вот Владимир Александрович Сейчас хорошо Так У вас 30 секунд Чтобы пожелание Свою благодарность Или вопрос задать Да Я хотел бы выразить Благодарность огромную Директору хлебокомбината За то Что он поддерживает Коллективы Творческие коллективы Спасибо Которые ездят на международные конкурсы Завоевывают дипломы Медали И прочее Поддерживали Будем поддерживать Это часть нашей работы Часть нашей политики Мы имеем ввиду Подрастающие поколения Детские коллективы Да Ну и Порой Ветераны у нас тоже Выезжают Поэтому мы Никогда не оставимся в стороне Владимир Александрович Продукцию Кирово-Чапецкого хлебокомбината Сами Покупаете? Да Конечно Довольны? Да Может пожелание какое-то Хотите высказать? Расширить линейку Ассортимент в целом? Нет Ну это уже Это уже Как говорится Дело Коммерческое Нет Ну мы слышим же Понятно что Предприятие Да Которое Должно зарабатывать Но опять таки Все в интересах людей Нет Ну то что они делают Это замечательно Спасибо Спасибо большое Спасибо Владимир Александрович Две минуты остается у нас Видимо мы уже не успеваем Принять еще звонки Но Потому что Вот еще важная тема Да и так Цена образования Юрий В этом отношении Что исповедуете Какие себе Установки делаете Политика компании Ценовая политика На сегодняшний день Сделать хлеб Максимально доступным Мы понимаем Ту социальную ответственность И роль Которую мы играем В рынке Но к сожалению Порой приходится Проводить повышение Изменения цены По причинам В большинстве случаев От нас независимым Мы видим Мы видим и цены На ГСАЭ Порой играет сырье То о чем мы с вами говорили Но политика компании Держит до последнего Максимально оптимизировать Нутренние процессы Где мы можем Сэкономить Где-то Но опять же Не на качестве А именно на каких-то Бизнес-процессах Но порой Мы остаемся Без выходных положений И приходится Ну не могу Тут по горячим следам Не спросить Все мы знаем Что мы уже На пороге повышения НДС тут оказались Госдума Как известно Одобрила В целом это все Это тоже вклад От вас Независящий Так скажем Ну все верно Я думаю Что мы не будем Сейчас Ну нет Это не основная тема Конечно Но все-таки Дождемся сейчас Официальных решений И уже будем Действовать по ситуации Потому что я знаю Что есть продукты Которых не коснется Продукты Которые не коснется Повышение НДС И дождемся Официальных заявлений По этому поводу И уже будем действовать В общем Я делаю вывод Что вы До последнего Что называется Держим Изыскиваете Возможность Это принципиальная Позицина нашей компании Удержать цену хлеба Производимого Кировичем Но не за счет качества Не за счет качества Качество Ни в коем случае Не должно падать Буквально 30 секунд Юрий У вас вот сейчас Есть возможность Пожелать обратиться К нашим слушателям По поводу хлеба Как выбирать хлеб Потому что ассортимент Большой В наших магазинах На что обращать внимание На самом деле Очень здорово Что на сегодняшний день Покупатель имеет выбор Выбор производителей Выбор ассортимента Дать какой-то совет В плане выбора хлеба Ну Я думаю Что все люди Достаточно грамотные Не хотелось бы Навязать свою позицию Но Все-таки Хлеб Это Такой продукт Повседневного спроса Мне бы хотелось Наверное Попросить у покупателей Сегодня Более Может быть Уважительно Относиться к хлебу А не забывать О том Какую роль Этот продукт Сыграл в истории Страны Нашей И вот сегодня Крайне печально Наблюдать Вот эти все Новомодные диеты Статья О вреде хлеба Но я вам хочу сказать Что кусочек Рожаного хлеба Для любого человека Это кладезь Микроэлементов Крайне необходимых Для жизнедеятельности Организма И мне бы Очень хотелось Чтобы роль Этого продукта Которая Может быть Была отчасти Незаслуженно Снивелирована Она все-таки Была На достойном уровне Потому что хлеб Как говорится Всему голова Ну а я в свою очередь Хочу пожелать вам Предприятию Которое вы возглавляете Высокой востребованности Спасибо Благодарности Положительных отзывов Ну и светлых И очень Выгодных перспектив Спасибо большое Нельзя об этом тоже забывать Спасибо Всего доброго Всего доброго До свидания Полезный город